Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось вам порекомендовать засмотреть вариант обращения желательно учена к психотерапевту либо психиатру для диагностирования вас. Потому что то, что вы говорите, то, что вы рассказываете, может быть следствием некоторых аномалий в вашей схеме, системе психических процессов. И это было бы неплохой для вас профилактикой наличие у вас психических заболеваний. Соответственно, если психотерапевт или психиатр вас обнаружит то, что он сможет идентифицировать как заболевание, то в этом случае вам будет вносено лечение как медикаментозное, так и психологическое. И в результате которого вы избавитесь от данной у вас привычки, желания, потребности и так далее. С психологической же точки зрения есть основания полагать, что вы своим поведением пытаетесь восполнить некую потребность, которую вы, может быть, сейчас, на данный момент не осознаете. Либо бежите от некого страха. То есть вот вы говорите, что у вас именно зависимость выкидывать вещи, а за то вы это для чего-то делаете. То есть вы что-то пытаетесь этим добиться. И вот основная задача ваша заключается в том, чтобы определить вот эту вот конечную цель. Конечную цель, которую вы преследуете таким вот способом. способом выкидывания вещей. И если вы для себя сможете понять, что вам не движет, в каком момент вообще это у вас началось, а зачем вы пытаетесь убедить других людей в том, что так нужно делать. То есть получается, что вам некомфортно, когда другие люди ваше мнение, например, не разделяют. Вам получается, это выставляет неудобства, дискомфорт, ну, может быть, что-то еще. И это, соответственно, тоже окрашивает как-то эмоционально. то есть то, что вы, например, выкидываете вещи, это одно, это ваше право, ваше желание так поступать. А то, что вы хотите, например, убедить других в том, что это нужно делать, это уже довольно-таки серьезные намерения. И отсюда я хотел бы, чтобы вы постарались вот об этом подумать, для чего вы это делаете, как давно, чем руководствуетесь, значит, и так далее. То есть вот эти вот вещи, главное, необходимо подобрать. Именно вот с позиции психологии вам нужно понять, какова ваша субъективная сторона. В позиции психологии выкидывание вещей как потребность выступает своего рода защитным механизмом. То есть через него, через вот данное поведение вы пытаетесь от чего-то бежать. Что-то вы пытаетесь себе купировать и определенного эмоционального состояния вы пытаетесь достичь, добиться. Но при этом, поскольку состояние у вас связывается с тем, что извне, вовне, а не с тем, что внутри вас, именно вот субъективная сторона. Вам нужно снова и снова, снова и снова, стараться вот что-то сделать, чтобы это состояние обрести. То есть по сути вы зависимы не совсем от выкидывания вещей, как вы говорите, именно вот с позиции психологии. А зависимы вы именно от того ощущения, которое вам дает выкидывание вещей. Знаете, разница? То есть момент не в том, что вы хотите именно выбрасывать вещи, а в том, что они для вас, операции с этими вещами для вас, средства для либо удовлетворения каких-то потребностей, либо достижения определенного эмоционального состояния, например, спокойствия, например, вы купируете так свою тревожность и так далее. Либо вы через, опять же, данное поведение пытаетесь бороться со своим страхом, что, по сути дела, является тупиковым направлением, потому что вам так и будет постоянно требоваться снова и снова, ну, например, партия выбросанных вещей, ну, допустим, допустим. И исходя из этого, я бы хотел, чтобы вы подумали, вот вы прячете вещи по шкафам. Не нравится вам то, что они, ну, находятся в открытом месте, да, на виду? Почему? Вот почему вы хотите их спрятать? Для чего? Что вы пытаетесь этим достичь? Понимаете, вот в позиции психологии именно вот эти моменты важные, и нужно с вами разбираться, потому что, ну, если мы говорим именно о психологическом аспекте, то есть психологический аспект – это наличие у того или иного поведения субъективной стороны. И вот, а вам эту субъективную сторону я и предлагаю рассмотреть. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе и поработать с ним. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!